мы снова беседки на участке номер один вот и продолжаю этот разговор отдыхая на ходу только сейчас перед этим за несколько минут был звонок из абакана который прервал мое повествование про картофельное поле вот меня в сентябре пригласили на двухдневный то ли семинар в общем мероприятие серьезная выставка продажи вот ну я естественно начал гнуть пальцы дело в том что в абакане баком настоящий он образовался после смерти байкалова его на леонтик сейчас самого дающего садовода сибири за все века 19 20 21 век вот и стыдно было вначале отказывался я сказал урожая нет привезти даже на дегустацию я ничего не могу в прошлом году я бы привез так это не означаю вот чтобы телевидение будет будет ну чтобы я сделал прошлом году я бы взял ведер 10 абрикосов одно ведро это же еще и учеба то есть в одном ведре были бы маньчжурские абрикосы 20 граммовые в другом потомки маньчжурского абрикоса 30 граммовые 40 граммовые амуры 50 граммовые серафимы 60 граммовые баи вот 70 80 граммовые академики 90 граммовые фаины 100 граммовые и далее крудюмовые вот такие бы абрикосы я привез представлять вот как бы я смотрелся но и год не угадали но что мне теперь я отказался вот но моя собеседница настаивала тогда я начал гнуть пальцы и сказал значит так мое выступление должно быть на большом экране я привожу флешку я вам показываю пролистываю 50 100 фотографий с плодами которых нет ни в одном институте ни в одном гсу нигде не это нет их не в средней полосе россии не в сибири не на дальнем востоке не на урале не на южной не на украине не велосипеде казахстане нигде почему в основном деревья такие однодерево на всю планету и клоны клоны вегетативные значит по системе железа по теории железа по постулату железа клоны не повторяются странно звучит да клон это значит повторение они наоборот не повторяется вот это вот противоречие вот оно как бы заставляет человека задуматься что же это такое его клонируют тиражируют она не повторяется вот так то есть это уже не клон а вегетативный клон надо брать слово клон тогда что это ведь мы же размножаем то почкованием ну и так далее так вот почкование не то слово то понятие почкой и вот значит я поставил условия не были приняты и так от часу до двух моего выступления с большим экраном с лазерной указкой вот и телевидение телевидение естественно новостное скорее всего будет то есть две минуты приехал железов тут это самое показал рассказал а и обещали только фильм снять на видео ну учитывая качество вот этих моих съемок конечно я надеюсь что там будет другое качество и этот фильм будет растиражировано вот и зачем мне это надо так как телевидение допустим у них какое в обакане она сидит на канале ртр значит есть шанс что попадет в москву попадет в москву может быть с этого момента начнется великая раскрутка нового садоводства устал ждать устал ждать а сейчас вам расскажу еще посижу немножко что не так просто записывать или рассказывать статьи писать на эту тему каждый раз и получаю по морде образное выражение по морде вот последнюю статью я много писал на с темы запретные эта тема загробном мире тема параллельном мире о том вот он рядом с нами вот он разумный этот мир вот он с нами очень плохо контактирует потом знать почему плохо а мы потеряли способность воспринимать у нас сильно узкое зрение вот это вот у нас слух децибелах очень узкий диапазон у нас очень узкий диапазон остальных чувств они сузились потому что мы деградировали мы деградировали как люди представляете древние времена там человек с этим с каменным топором он идет по лесу и у него часть органы чувству прямо это и где-то там волны опасности исходят от тигра который идет его за ближайшим пригорком и он их улавливает то что сейчас как называется телепатии присуща кому в одном из миллиона но еще две сотни две халтурщиков но все-то кто-то умеет вот я раздвинул мы белокатчики раздвинули эти рамки так сказать познаваемого вот этими вы извините за как это назвать за каламбур раздвинули рамки познаваемого с помощью биологических биорамок биологическая рама которые вы видели да а теперь рассказываю почему сегодня бы сорвались съемки которые должны были быть на дороге и так я беру старшего сына дениса вот говорю бери с собой права при попадем на майнскую гэс на мост через денисей поменяемся местами я в одну руку возьмем ты возьмешь руль я возьму в одну руку вот этот самый видео камера в этом неправильно на этом в этом аппарате другую руку рамку вот и буду машина будет ехать рамка будет стоять или крутиться а я буду комментировать и у нас должны были три намечены съемки на трех дорогах вот одна так что самая страшная дорога смерти это сайногорска бакан есть там участок такой другая дорога набею где произошло двойное катастрофа одном и том же месте и третье это вот эта дорога сюда через майнскую гэс от сайногорска до сезой до красного хутора и вот здесь вот на этом третьем участке должен быть начать съемки уже выезжая я сказал сыну денис у меня ломят виски мне что-то мешает а такой случай был когда на баканской дороге мы врезались в лошадь я врезался причем не хотел его брать с собой и меня корежило страшно страшно корежило а он возьми возьми в обакан возьми ночью ехали вот взял вот разбили машину лобовое стекло обогнулось так что мы чудом остались живы у сына мелких порезов все лицо в крови вот с тех пор я начал прислушиваться к внутреннему голосу назовем это так вот но иногда не слушаясь в этот раз у меня начал ломить висках я все-таки взял потому что без него съемки проводить было трудно еду и говорю ему я жду предупреждения каждый раз стоит только перейти вот эту невидимую черту невидимых полей не предупреждение едем вот въезжаем на мост голосует молодая девушка в эту секунду я забыл что я на мосту должен был остановиться то есть зачем ее брать когда мне только на мосту должен был 1 прям был именно 20 говорить об этом о чем речь пойдет а потом уже мерить дорогу рамками в эту секунду я забыл садитесь далеко вам до лесопилки в сизой ну едем и тут же я вспоминаю что мне же съемки надо делать а высаживать неудобно а я думаю да что такой километр подумаешь вот вернусь едем вот я беру и спрашиваю не оборачиваясь скажите пожалуйста я все-таки датчик мне бы надо знать что делать на лесопилки на это делать она говорит только гробы так мы поглядели друг на друга сергей с денисом это самое едем молча подъезжаем прежде чем выйти она говорит вместо того спасибо вместо благодарности девушки говорит знаете что она сказала а гробы делает для человека только один раз вышла и ушла в сторону лесопилки это самое вот так только гробы песках ломится сильнее чувствую что уже с трудом управляем машиной это я то который с утра бодрый веры денис говорит поехали к мы на дачу отлежишься вот вообще к таким вещам надо относиться серьезно как нет серьезно я сами учить не убил то там на дороге на полной скорости в лошадь врезался ночью которая это встрече гонит я хороший шофер настоящий камаз меня слепил я вообще не видел когда врезался черная лошадь на черном черном этом и вот значит приехал я сюда и перенес все это на завтра вот еще одно из предупреждений что будет завтра сколько мне еще жить осталось должен 78 лет вот ну посмотрим посмотрим теперь так на сегодня еще что я могу сделать это пойти на на новый участок вот этот участок где мы сейчас он весь у мной уже обследован вот но я возьму буду уже как бы с идти с рамкой идти все время с рамкой ну правда поднимается опять ветер